Добрый день дорогие друзья, канал Гольдамбарт Игорь Яблонский. Поводом для сегодняшней передачи послужило письмо-вопрос, которое я получил в личку от товарища Игоря Кузнецова, который является студентом финансового университета при правительстве Российской Федерации, который пишет статью «Альтернативные инвестиции» и просит его показать формулу доходности для подобного рода инвестиций. Но хочу сразу же огорчить своему тезку, лично мне эта формула как бы неизвестна. Ну существует множество формул доходности, которые как бы известны всем, кто имеет отношение к финансам. Как таковы, значит, самая простая из них, доходность равна, это прибыль, которая в числителе прибыль, которая состоит из продажной цены, минус закупочная цена. Если на протяжении этого периода вы получали какие-либо доходы, плюс эти доходы, делится все это на сумму вложений, которая составляет в данном случае закупочную цену. И умножается все это на 100. Ну если в цифрах, чтобы просто было считать, возьмем, допустим, купили мы что-то за 100 евро, продали за 120 евро. Вот какой-то предмет. На протяжении, значит, этого периода кому-то его показывали, 5 евро нам за это дали. Итого в числителе, значит, 120 минус 120, плюс 5 евро, которые мы получили, делим это на 100, это закупочная наша цена, и делим, и умножаем все это на 100, и того получаем 25%. Это, чтобы проще было считать. Вот, это самая простая, самая превентивная формула, она дополняется всевозможными компонентами, как правило, значит, доходность всегда исчисляется на протяжении какого-то периода, год, 3, 5, 10, 20, когда добавляются определенные компоненты, либо там еще что-то. Но простая, просто так, чтобы иметь это в голове представление, формула доходности, значит, выглядит таким вот образом. Вот, здесь, как бы, лично я, ну, какая разница, вставляйте эти компоненты, пусть это будут не акции, пусть это будут какие-то объекты, акт инвестиций, которые мы приобрели, продали, и будет вам эта формула. Вот, как бы, других вариантов я за все это время не встречал. Но здесь, коль мы начали этот вопрос, как бы, я хочу сказать, что затрагивая вот этот вопрос инвестиций, вот, которые, кстати, идея вот инвестирования в объекты, значит, материальной культуры принадлежит впервые, значит, это движение началось в Америке после Второй мировой войны, когда эта идея возникла как таковая, поддержана она была текущим временем, население, значит, имело в своем распоряжении, значит, объекты материальной культуры. Кстати, что касается Америки, да, если кто-то вот визу оформляет, оформлял в Америку, там надо вам кроется, вот ставить крестики, если у вас вклады, если у вас недвижимость, если у вас объекты антиквариата какого-то, то есть это говорит о том, что эта страна, владение, находящаяся в собственности какими-то объектами, значит, материальной культуры, ставит наравне с недвижимостью, значит, вкладами, акциями и прочее, прочее, прочее. Как я сказал, после войны это движение началось, вот, и в Европе позже оно было также подхвачено, поддержано, вот, и возникла такая необходимость анализа рынка антиквариата, вот, значит, его роли в финансовом механизме государства определенного порядка, ценообразования и прочее, прочее, прочее. И, конечно, эту же идею прежде всего подхватили такие ведущие монстры антикварного рынка, как Содби и Кристи. Вот, вот эти вот самые большие аукционные дома, которые в своем штате имеют, оркоаналитические отделы. И вот впервые в Содби, в 67-м году, вот, моего рождения, вот, впервые они выпустили, вот, индекс. Вот, индекс, то есть, по различным направлениям, по различным направлениям, они, значит, на основе того, что было взято, взято порядка 30 или 40 даже тематических направлений, будь то, допустим, живопись, будь то мебель, там, другие, то есть 30-40 вот таких направлений было взято. И эксперты, и эксперты оценили, значит, провели такой финансовый анализ продаж, который базировался на нескольких годах аукционных продаж вот этим вот, одним из ведущих аукционных домов. И они вывели вот этот вот индекс, значит, продаж, индекс дивидендов, индекс роста вот этих вот тематических 30-40 направлений. Вот этот вот первый индекс был выпущен, значит, Сотби в 1967 году. Позже он был сменен, дополнен и сменен в 1975 году. Тоже уже на протяжении нескольких лет по аналогу они все это сделали. Он был опубликован. Вот это все, в принципе, в интернете, в публикациях можно посмотреть. Но опубликован он был не полностью. Опубликован он был не полностью. Этот индекс, вся эта, не финансовая разработка, сделано это было специально, чтобы избежать каких-либо манипуляций на рынке, чтобы обыватель, прочитав вот этот весь анализ и все, не сделал для себя какие-то выводы на будущее. Вот с тем, чтобы вот это вот одно направление является перспективным, второе нет, и тогда на аукционе это приведет к тому, что определенные товары будут продаваться, будем говорить, по сверкцине, остальное как-то приостановится. Поэтому этот индекс был опубликован не в полном объеме, а только такие вот издержки из него. Вот. Итак, я к чему это сейчас подвел? К тому, что вся вот эта формула доходности, все эти формулы доходности, которые мы с вами говорим, все они, и вот этот вот индекс, о котором я сказал сейчас выше, весь он базируется на анализе прошлых лет. Вот. То есть, переложить его, переложить вот это все в будущее, на будущее, и спрогнозировать, значит, процент роста, процент доходности какой-либо группы товара, вот, не берется пока никто. Не берется никто, и это вот существенно отличает рынок инвестирования в предметы материальной культуры от, допустим, рынка предметов, от инвестирования, допустим, в ценные бумаги, где мы можем какие-либо прогнозы на будущее встретить, посмотреть, того же сейчас касается и криптовалюты. Вот. Здесь, все, можно финансовые аналитические центры проводят какие-либо просчеты наперед, вот. А что касается арт-рынка, то все вот эти просчеты, все они касаются, значит, прошлого, и на будущее, как таково, они не перекладываются. А что касается настоящего времени, то вот эту вот идею, которую подал в 67-м году, вот этот вот магнат, аукционный дом Сотбис, подхватили в настоящее время другие финансовые институты, которые занимаются инвестированием в предметы материальной культуры. И в настоящее время вот эти индексы публикуют, как правило, в конце года, ну, допустим, такой вот журнал, как Capital.de. В ноябре месяце он делает свой индекс, очень интересно его посмотреть, значит, почитать. Это публикуется и книгой, и онлайн он есть в ноябре месяце, я делаю ссылку под видео, на вот эти вот источники, потом посмотрите. Обязательно это, значит, французский журнал ADEC, ArtPrize, который с 87-го года тоже публикует свой индекс, вот, который основывается на том, что 100 специалистов, 100 экспертов сходятся во мнении, в том, что какой-то определенный предметно-тематический ряд имеет, значит, какую-либо, значит, перспективу, берется это направление, и вдумайтесь только на анализе 17 тысяч аукционов по всему миру за определенный период сотни вот этих вот экспертов просчитывается, анализируется и делается индекс по этому какому-то предметно-тематическому ряду. То есть, таких оснований им не верить или сомневаться в чем-либо лично я, как бы, не вижу. Вот, значит, в последнее время банки, ведущие банки, этот и американский банк, Морган и Ситибанк, и немецкий банк, и Дойчебанк занимаются тем, что предлагают, значит, своим клиентам инвестиции, осуществить инвестиции в предметно-в этим, значит, в антиквариат, они поддерживают их, на это можно получить ссуду, значит, на это можно у них проконсультироваться, они работают с определенными какими-то там картинными галереями, определенными экспертами, музеями и прочее, то есть, вас проконсультируют, в каком-то определенном направлении вам помогут инвестировать деньги, может быть, какую-то суду там дадут, но, как правило, все-таки они ожидают деньги от вас, и что касается, допустим, Дойчебанка, то вхождение в него где-то, чтобы они заинтересовались вами и предложили вам в этом направлении свои услуги, где-то порядка со 100 тысяч начинается и выше, то есть, там 10-20 тысяч с вами никто не будет разговаривать. Вот это касается банков. Что касается, значит, художественных этих галерей, которые раньше у них, допустим, была такая основная идея не делать своих клиентов богаче, а открыть им глаза, не помню, кто это уже сказал, то в настоящее время они тоже занимаются тем, что помогают и консультируют, значит, своих клиентов в этом вот направлении. Определенные арт-фонды, да, тоже они занимаются тем, что предлагают свои услуги по своим клиентам по инвестированию в предметно-материально-технической, в предмет материальной культуры. Что касается арт-фондов, там помимо, значит, того, что денежные средства задействованы, в них должно быть не менее, по крайней мере, в Германии это правило действует, чтобы создать арт-фонд, не менее 40% уставного капитала должно находиться в осязаемой такой материальной культурной базе. То есть это должны быть какие-то предметы, это должно быть не менее 40%. То есть происходит такая капитализация арт-рынка и в последнее время оно все развивается все больше и больше. Может быть, в связи с тем, что люди потеряли доверие, теряют, будем говорить, доверие к другим таким сомнительным формам инвестиций и хотят иметь что-то такое осязаемое, что-то такое, что можно пощупать, посмотреть. Лично для себя я вывел такую, будем говорить, общую формулу доходности или общую формулу, которой я придерживаюсь, инвестируя в антиквариат. Но прежде всего, из чего состоит ценность антиквариат, как мы с вами говорили, да, это материал, это культурная составляющая, это историческая составляющая и это редкость. Но прежде всего, я люблю покупать предметы материальной культуры в каком-либо направлении, где имеется ценность материала как таковая. То есть, это касается золотых, серебряных и других предметов, которые сделаны из ценного материала, который сам по себе имеет ценность. Это как бы, допустим, это монеты, мы про это много раз говорили, там, я не знаю, ювелирка или там еще что-то, или это какое-то античное золото, что еще лучше. вот, то есть, здесь, в связи с тем, что цена материала растет, золото, серебро, мы знаем, да, тенденция постоянная роста, все это уже, значит, как бы гарантия того, что ваш предмет, в принципе, будет дорожать и дорожать, это уже хорошая гарантия. Следующее, культурная составляющая, как я уже сказал, на примере Объединенных Арабских Эмиратов, допустим, если вы приобрели какую-то либо вещь, которая для определенного языка, для определенного общества имеет большую такую культурную составляющую, вот, то в принципе она тоже будет только расти, расти и расти. Историческая составляющая, если все, вот этот вот предмет, который я сказал выше, а в руках его держал еще Наполеон, и есть доказательства этого, ну, пусть не фотография, если это более поздний период, допустим, фотография или еще какие-либо, значит, устанавливающие, доказывающие, значит, принадлежность этого предмета к какой-либо, к какому-то либо знатному роду, либо перзоне, вот это вот имеет значение. Следующее, чтобы этот предмет был редкий, то есть, если это были кирпичи, которые держал или кидал Наполеон, как таковое, то есть, их много, все это говорит о том, что они, интереса не представляют, но если это был один кирпич, которым он кинул куда-то, то он будет уже представлять ценность. Вот эти вот все факторы, когда сходятся воедино, вот это все и составляет ценность этого предмета, который мы в надежде на будущее покупаем и надеемся, что он будет расти в цене. Вот. А формула? Формула заключается простая, как я уже сказал, этот гешеф делается при закупке, поэтому покупая какая-либо предмет, а закупочная цена должна быть по возможности как можно ниже. Вот. Второе, как можно минимировать расходы по ее содержанию, то есть здесь, конечно, нельзя пренебрегать мерами безопасности и держать дома какую-то там, будем говорить, дорогую вещь, чтобы взломали и украли, потому что риски, мы о них поговорим ниже, тоже имеют место быть, но выбирая ячейку в каком-либо банке или какой-либо частной структуре, которая занимается хранением подобного рода ценных вещей, выбрать наиболее такой приемлемый, дешевый вариант и плюс к этому выбрать более приемлемую страховку, потому что мы все знаем, что страховка есть от и до при равных каких-то либо условиях, которые они это предлагают. То есть минимировать еще не только закупочную цену, но и минимировать содержание и расходы на содержание этого предмета, на его хранение, на его безопасность. Вот. Следующее, по возможности, если есть возможность, что существенно, в принципе, отличает, допустим, маркт ценных бумаг от маркта предметов материальной культуры, то, что в данном случае очень тяжело, я бы не сказал, что это невозможно, получать рендиты, да, если, хотя здесь тоже спорный вопрос, многие говорят, что предметы арт-бизнеса не приносят рендиты в отличие от ценных бумаг, потому что ценные бумаги растут, свои проценты несут, но здесь я бы тоже поспорил, а как они не несут свои проценты, как они не растут как ценные бумаги, если мы говорим о том, что мы их покупаем и на протяжении 3-5 лет, если долгосрочная инвестиция, а в данном случае мы говорим о долгосрочной инвестиции, проценты растут, растут, то есть, год назад это была одна цена, сейчас у ценной бумаги проценты выросли, также они выросли на предметы нашей материальной культуры, то есть, здесь как бы тоже такой дискуссионный вопрос, но мы сейчас говорим не об этом, а говорим о том, что на протяжении хранения вот этого вашего ценного предмета либо ряд предметов либо коллекции, чтобы понизить себестоимость, понизить вот эти вот затраты на содержание и хранение, получать какие-либо рендиты, то есть, по возможности выставлять, допустим, эту коллекцию где-то на выставке или еще получать с этого дивиденды за счет того, что вы ее презентуете, показываете и прочее. И следующее на протяжении вот этого времени, чтобы она не лежала у вас просто колом, допустим, а заниматься ее презентацией, то есть, хоть она и находится, допустим, у вас на хранении где-то, она у вас профотографирована, описана и все, вы постоянно ее публикуете, вы постоянно ее где-то показываете, вы постоянно ее на какие-то выставки там презентуете, пусть не вживую, пусть это будут фотографии, какие-то публикации в интернете там и прочее, 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 то есть, над этим вы работаете И это вам поможет потом, в конечном итоге это делает все данного рода, этот товар, эту коллекцию, значит, за эти годы все более популярнее. Чем она популярнее становится, тем на выходе она больше будет стоить. Вот меня многие обвиняют в том, что я слишком в этом вопросе материален. И в комментариях можно почитать, что многие говорят, ты как бы не коллекционер, ты вот все переводишь на деньги. Ничего, ну есть за мной такой грешок, признаю, отрицать этим самым, что я не являюсь коллекционером, или что мне это не нравится, я бы тоже так не сказал. Мне очень нравится делать деньги на антиквариате, если сказать это правильно. Следующее, значит, к вопросам о рисках в инвестициях. Ну, прежде всего, это какие-либо криминальные, да, это кражи, это, что могут у вас это отжать, забрать и прочие криминальные структуры. На этот счет у нас есть видео, я, кстати, там есть что добавить к нему, планирую снять вторую серию, что касается безопасности, потому что жизнь носит свои коррективы и появляется в связи с тем, что общество развивается и все, и новые формы, какие-либо отчуждения, значит, чужого там имущества, про это мы с вами поговорим. И так риск криминально, что у вас натурально могут ее забрать, либо могут ее у вас отжать, либо со стороны правоохранительных органов, это касается третьих стран, где, значит, они, будем говорить, не так законопослушны, как на Западе, вот, могут натурально у вас в рамках какого-либо уголовного дела ее отжать, конфисковать и прочее, этот аспект. Следующее, налоговое, вот, как бы здесь тоже надо иметь в виду, что в зависимости от страны, в которой находится ваша коллекция, ваш антиквариат, здесь существует определенное налоговое законодательство, где необходимо платить налог, чтобы потом, значит, себестоимость, когда вам штраф накладут, этого материала не возросла. Следующее, значит, это финансовые риски, да, это ликвидитет, то есть здесь, как бы, если вы имеете определенную какую-либо сумму, допустим, ну, допустим, на 10 тысяч долларов, да, вот, хотите вложиться в антиквариат, то здесь тоже такой вопрос, купить за эти 10 тысяч одну какую-то большую, такую дорогую вещь, да, скажем, за 10 тысяч, или все-таки по тысяче купить 10 каких-либо объектов, потому что, как показывает практика, в финансовый кризис, вот, а сейчас у нас, как бы, очередная волна финансового кризиса, которая вызвана вот этим вот ковидом, вот, что продажа дорогих вещей намного, в принципе, проблематичнее, чем продажа, допустим, мелочи, то есть по тысяче 10 предметов легче продать, чем продать одну вещь за тысячу, вот, хотя здесь тоже такой дискуссионный вопрос, потому что покупать за тысячу будут определенная категория граждан, будем говорить, до среднего уровня, у которых в этот период кризиса с деньгами будет как раз-таки напряг, а за 10 тысяч это будет покупать класс имущий, которые в этот период как раз-таки и зарабатывают деньги, и которые, в принципе, вот этот вот финансовый кризис, большого, будем говорить, убытка не приносят, именно в этот момент они и закупают, да, то есть тут надо тоже этот аспект иметь в виду. Следующий аспект, что касается рисков инвестиций, это, конечно же, фальшивки, это бич, это от этого не уйти, поэтому если сами мы не располагаем определенными знаниями, а им нельзя располагать во всех отраслях, а если мы будем вкладываться не в одно какое-то направление, а лучше всего, чтобы себя обезопасить, вкладываться, не впухивать в сиденье в одно только направление, а купить одну картину, купить там, я не знаю, серебра, купить золото, купить там, я не знаю, фарфорфаянс там или пластику какую-то, ну вот, то есть рекомендуется все это разбивать, чтобы минимировать, и нельзя быть специалистом в каждой отрасли, и в этом случае необходимо, конечно, обратиться и лучше заплатить, это кратко, кстати, вопрос по себестоимости, да, вот, то есть обратиться к экспертам, найти, а лучше ни одного эксперта, чтобы обезопасить себя в плане фальшивки, а не вбухнуть деньги и не ждать 5-7 лет, когда она вырастет в цене, а потом вы ее продаете, оказывается, что это фальшивка тоже, вот, что еще, ну, как я сказал, определиться в направлении, которое является перспективным или которое будет перспективным, которое имеет перспективу роста, вот, что касается данного сейчас, вот направления сейчас прям вот начинает вот это движение расти, расти, это фотография, это историческая фотография, это Первая мировая война, это Вторая мировая война, это, значит, и сюжеты каких-либо боевых действий, это и города, это и другие какие-либо сюжеты, вот, именно историческая фотография, пока еще не поздно в это дело войти, вот, но я считаю, лично мое такое мнение, что через несколько лет как раз будет пик, как раз будет бум, вот, здесь тоже не застрахованы от фальшивок, вот, надо, необходимо это иметь в виду, потому что фотография, в принципе, как бы, относительно легко ее подделать, вот, также здесь необходимо принимать во внимание, я это говорил в своих видео про историческую фотографию, что, а является ли исторической фотографией, если она сделана с негатива, да, негатив оригинальный, но напечатана она сейчас, но это, ладно, я забегаю, как бы, не то, чтобы вперед, а чуть-чуть отступаю от нашей темы, вот, поэтому вот эти вот все аспекты складывая воедино, и, собственно, по этому направлению и осуществляется, как бы, инвестиция, вот, и так, значит, по сегодняшнему видео я, наверное, разочаровал своего тезку Игоря, вот, не ответив на главный вопрос, который в начале передачи стоял, значит, формула доходности, подобного рода инвестиций, вот, как я сказал, лично для меня ее, я вывел ее, как бы, для себя сам, вам судить, как говорится, буду рад в комментариях услышать, как негативные, так и позитивные отклики, вот, поэтому оставайтесь с нами, смотрите, до свидания, до новых встреч!